Здравствуйте! В эфире телеканал Арис Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Сплошной ремонт дорожного полотна в Кумертао близится к своему завершению. Напомню, в этом году муниципалитетам было запланировано отремонтировать более 10 километров дорог. Сейчас работы ведутся по улице Шоссейной. Шоссейная – одна из основных улиц Кумертао, располагающаяся на наиболее оживленном въезде в город. Поэтому она, можно сказать, формирует первое и немаловажное впечатление о городском дорожном хозяйстве. Кроме того, ее протяженность составляет более 4 километров, и в этом году планируется заасфальтировать этот участок полностью. Из-за активного транспортного потока асфальтируемый участок дороги был перекрыт частично. По словам руководителей ремонтных бригад, работы выполняются строго по техническим нормативам, и независимый Центр дорожной экспертизы по завершении проверяет качество их выполнения. Вместе с тем проделанный ремонт могут оценить и неофициальные эксперты, городские автолюбители. Здесь вот в хорошей дороге, да, я ничего не скажу. А там уже вот в Питках, перед мостом, спускающейся с горы, когда уже сразу волны все, это же выбьет дорогу. На шоссейной нормальная дорога, вот в Питки нехорошая дорога, но там делают дорогу. Надо же понимать это все. Не так просто взял и сделал. Она стоит денег. На сегодняшний день завершен сплошной ремонт дорог центральных перекрестков города, путепроводов 60 лет БАЭССР и Пушкина, а также участков улиц Вокзальная и Шоссейная. В скором времени организации «Башкир Автодор» планируется ремонт дорожных полотен по улице Салавата, от улицы Гафури до Логовая, а также по улице Карла Маркса, от мечети до улицы Достоевского. Чем готова удивить в новом сезоне кумертауская пресса? Какие задачи стоят перед журналистами и на что будет ориентирована общая информационная политика? Об этом говорили на совещании в городской мэрии. В городской мэрии состоялось совещание с представителями средств массовой информации для формирования концепции работы на третий квартал. Участниками встречи стали руководители и сотрудники газеты «Кумертауское время», телерадиокомпании «Арис», учреждения Агентства по развитию территорий, а также информационный сектор администрации. Присутствующими были рассмотрены вопросы освещения тем стратегии территории успеха и социального благополучия для их будущего более продуктивного развития. Каждый из представителей средств массовой информации поделился с присутствующими будущими планами и презентовал новые программы. Также информационный отдел мэрии представил более усовершенствованный проект административного сайта. Хочу более подробно остановиться на официальном сайте, а на новом сайте, который будет запущен в четвертом квартале. Это сайт открытого муниципалитета. Главная страница сайта предыдущего выглядела вот так. Как бы не информативно, очень мало информации. Так как в скором времени ожидается присвоение городу статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие, основной задачей городских СМИ и муниципалитетам было определено создание новых интересных проектов, привлекающих внимание инвесторов к городу. Молодежь – это особая часть общества, которая находится на стадии становления как социальной, так и возрастной. В плане трудоустройства молодежь также проходит стадию определенного становления. Тем важнее работа по вовлечению этой группы в предпринимательство. Молодому человеку, разработавшему реальный проект, не надо идти к работодателю. Он не только трудоустраивает себя, но и создает рабочие места для других. Малый бизнес – один из приоритетов экономического развития города, может стать хорошим полем для самореализации молодежи. В Кумертау уже прошел семинар для начинающих бизнесменов. 28 сентября в здании АРТ прошел семинар на тему автобус стартапов. В конференц-зале собрались студенты учебных заведений и уже состоявшиеся бизнесмены. Данный проект начался еще в прошлом году. И за это время семинары для начинающих бизнесменов состоялись в ряде городов республики. Основная цель данного семинара – популяризация предпринимательства. Наша задача – это подсказать начинающим, желающим предпринимателям, то есть либо те, кто уже начали заниматься, но еще, скажем, не уверены в своих силах, либо еще только те, кто планирует заняться деятельностью предпринимательской, подсказать, то есть как правильно развивать свой бизнес, как его правильно выстраивать. То есть, соответственно, те вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать, это все, что связано с основами бизнеса. Мы сегодня будем говорить именно о тех преградах, которые могут столкнуться молодые предприниматели, как можно преодолеть эти преграды, как можно выбирать нишу, именно в которой можно развивать свой бизнес, как быть полезным для своих будущих потребителей. В частности, будем говорить о тех методах продвижения. Одним из методов продвижения – это год закупки. Ну и я в том числе расскажу как раз немного о маркетинге, о методах продвижения своей продукции и услуг. К сожалению, в последнее время предпринимателями мало кто хочет стать. По словам бизнес-тренеров, большое количество молодежи желает стать чиновниками. Сейчас просто предпринимателям достаточно сложно, то есть высокий уровень конкуренции. Мало того, что не секрет, что большое количество административных преград существует, чтобы быть предпринимателем. Очень много фискальных органов, которые курируют предпринимательства. Сейчас, конечно, новые законы вводят, которые облегчают труд предпринимателей, но, мне кажется, еще недостаточно. Кроме начинающих бизнесменов, на семинаре присутствовали и опытные предприниматели, которые с радостью приходят на подобные семинары. По словам уже состоявшихся коммерсантов, такие мероприятия просто необходимы. У любого предпринимателя на цель какая-то – получить информацию. Для нас информация – это деньги же. И просто пообщаться с коллегами, узнать что-то новое. Трудно начинать что-то новое. Очень тяжело идет. Могу сказать на своем примере, я тут занимаюсь подбором автоемали. Купил оборудование. Выяснилось, что он купил хорошее, дорогое оборудование. Выяснилось, что потребностей в таких услугах нет. Пришлось купить более бюджетный вариант такого же оборудования. Сейчас вот работаем. Работаю, выявил потребность в других услугах. Но опять, если это хорошо развито в Уфе, в Стритамаке, часто бывает в Казани, в Оренбурге, у нас народ посевен. То есть тяжело что-то начинать. И вот поэтому многих на руки опускаются. Проект автобуса стартапов продлится два дня. Во второй день занятия приедет обучающий центр, который очень подробно расскажет о развитии и расширении сбыта, продвижении продукции. Константин Меркушев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова